Депутаты приняли сегодня во втором чтении проект Бюджета на следующий год Всемирный день ребенка отмечают сегодня Каждый раз, когда мы идем в школу, мы боимся, что нам крыша упадет на голову В каких условиях живут дети в одном из ульяновских домов, смотрите в выпуске Обманывал пенсионеров Ульяновские полицейские задержали мужчину на территории Архангельской области После совершения очередного противоправного деяния Ульяновцев просят сообщить в полицию, если к ним в гости приходил подозреваемый в мошенничестве Доходы спрогнозировали, расходы посчитали Региональный парламент сегодня большинством голосов принял бюджет на 2020 год во втором чтении Главный финансовый документ сверстали с дефицитом Как и прежде, более 70% областной казны направят в социальную отрасль За голосованием наблюдала Кристина Агафонова В зале областного парламента едва хватает места в рабочей повестке Второе чтение бюджета нового года Обсуждения не стихали ни в профильных комитетах, ни в кулуарах Депутаты подробно рассмотрели каждый расходный рубль Главное наше направление, ну не как разделить, разделить мы всегда успеем А как наполнить казну За это время, вот за месяц с предыдущего, с первого чтения Наши работники, работники правительства занимались в Москве Удалось кое-что сделать Я вот откровенно скажу, добавим миллиард на медицину Обязательно будет средство направлено на погащение кредиторской должности Которая на сегодняшний день имеется, в том числе и по решению судов Обеспечение и уменьшение дефицита на лекарственное обеспечение На ремонт наших районных больниц, ФАПов В итоговой редакции заметно потяжелели социальные статьи расходов Это 70% всей региональной казны В законопроекте нашли отражение средства на увеличение минимального размера оплаты труда Индексацию социальных выплат Удалось добиться увеличения ряда расходных статей Это речь идет о переселении из аварийного жилья Речь идет об увеличении финансирования приобретения жилья для детей-сирот И, что на мой взгляд очень немаловажно Заводится 100 миллионов рублей на решение проблем обманутых дольщиков 97% всей региональной казны распределят между государственными программами В этом году их в Ульяновской области 21 Финансирование национальных проектов тщательно контролирует федеральный центр Бюджет страны в целом ориентирован на социально-экономическое развитие Имея в виду в первую очередь большие объемы средств, направляемые на реализацию национальных проектов Конечно же, от того, насколько быстро и качественно будет принято федеральный бюджет Это, конечно, зависит и софинансирование на региональном уровне Цифры и риски озвучены, но вопросы у депутатов остались, например, по газификации сел и развитию сети дорожного хозяйства Сейчас идет очень большая работа с федеральным центром 21 ноября федеральный бюджет утверждается в третьем чтении Поэтому здесь уже будут известны полностью все средства из федерального центра И нам предстоит большая работа с отраслевыми министерствами Выявить все суммы и, соответственно, внести корректировки и скорректировать бюджет уже в декабре 2019 года А пока две трети депутатов поддерживают предложенный проект бюджета Единогласно сходятся только в одном Чтобы после распределения всех денежных потоков Жители региона действительно почувствовали изменение уровня жизни Кристина Агафонова и Денис Миронов, Вести, Ульяновск 20 ноября во всем мире отмечается Всемирный день ребенка Важная веха в становлении детских прав была провозглашена Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1954 году Позднее были приняты два основополагающих документа Это декларация и конвенция о правах ребенка С какими трудностями сталкиваются дети и их родители в нашем регионе А также кто стоит на защите их прав Репортаж Олега Тюрина Воспитатель в детском саду и сама многодетная мама Юля Завьялова с тремя детьми живет в постоянной опасности Причем исходит она от того места, где человек, согласно английскому выражению, должен чувствовать себя защищенным, как в крепости На покупку квартиры в трещащем по швам доме семья потратила материнский капитал Каждый раз, когда мы идем в школу, мы боимся, что нам крыша упадет на голову В доме многочисленная плесень, из-за этого дети постоянно болеют Ну вот и ничего не предпринимается, никакой помощи нам не оказывается Мы постоянно слышим какой-то треск в доме Стены трещат все время Дома одни трещины, на потолке трещина, крыша дырявая Вот так и живем Двухэтажный дом 1957 года постройки на Докучаева 8 Несмотря на очевидные проблемы, демонстрирует невероятную стойкость Последний больше только у чиновников муниципалитета Так настойчиво признающих дом аварийным и подлежащим всего лишь реконструкции Запланирована она на 22-й год И то обитателям пообещали заменить батареи На большее у муниципалитета просто нет денег Урона и без того ветхому дому в начале лета добавил и пожар, произошедший в частных сараях В последних хранились личные вещи собственников, которые были также уничтожены огнем Напугались и не знали, что вообще будет Ушли вообще далеко Вот тут вот у нас и газ была, утечка Сгорели вот эти вот все, когда пожар перекинулся Ну думали, что все Уже мы распрощаемся с домом, потому что настолько он ветки Но с представляющим ежедневную опасность домом жильцы не распрощались Не получили и положенного по закону временного жилья из резервного фонда Во Всемирный день ребенка за помощью в отстаивании прав своих детей на счастливое детство Многодетная мама обратилась к человеку, работа которого защита тех самых человеческих прав Мы проговаривали с мамой и по вопросу постановки ее семьи на очередь Как нуждающихся в жилье, для того, чтобы они смогли потом участвовать в каких-то ипотечных программах Кроме того, они как многодетная семья имеют право на земельное участие Но, к сожалению, пока этими вот как бы своими льготами они не воспользовались И мы постараемся им в этом направлении помочь Только за один год на стол уполномоченного по правам человека в нашей области поступает тысяча заявлений За каждым из которых стоят большие и маленькие трудности взрослых и детей И случай Юлии Завьяловой Тот пример, когда решение проблемы по одному обращению может решить проблему десятка жителей целого дома Олег Тюрин и Дамир Губеев, Вести, Ульяновск Полицейские задержали мошенника Орудовал он на территории нашего региона в июле этого года Путешествовал по селам Представлялся пенсионером, сотрудником различных государственных учреждений Сообщал, что пожилым гражданам положена компенсация от государства от одной до трех тысяч рублей Злоумышленник передавал потерпевшим муляж пяти или двухтысячные банкноты А сдачу брал уже подлинными купюрами Стражам порядка известны четыре факта обмана Сейчас возбуждены уголовные дела Ульяновские полицейские задержали мужчину на территории Архангельской области После совершения очередного противоправного деяния Задержанным оказался ранее судимый 32-летний житель города Санкт-Петербург Предварительно установлено, что мужчина, находясь непродолжительное время на территории различных субъектов Российской Федерации Совершал хищение денежных средств у престарелых граждан По одной из версий задержанный совершал башенничество на территории Архангельской, Брянской областях и Ставропольского края В настоящее время задержанный доставлен на территорию Ульяновской области Где по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Проводятся необходимые мероприятия по установлению дополнительных фактов противоправной деятельности Уважаемые граждане, если вы пострадали от действий данного гражданина, просим сообщить об этом по следующим телефонам 67 97 44 67 68 55 42 29 60 И 42 29 80 Вести Ульяновск в прямом эфире, продолжаем выпуск Своё 90-летие отпраздновал наш земляк Михаил Чугуряев, генерал-майор в отставке В 70-е и 80-е годы прошлого века он входил в командный состав Ульяновского высшего военно-технического училища И сумел воспитать целую плеяду генералов, учёных и других выдающихся людей Михаил Чугуряев, от всех командиров вас здоровья на многие-многие годы Родился Михаил Чугуряев в ноябре 1929 года в деревне Тарасовка Пензенской области В 1950 окончил Одесское краснознамённое пехотное училище Служил в разных местах, прошёл путь от замполита батальона до старшего инспектора политуправления войск западного направления В 1970-1984 годах Михаил Тимофеевич проходил службу в Ульяновском высшем военно-техническом училище имени Богдана Хмельницкого Сказать ради чего мы ждём? Ради того, что мальчишки стали генералами, стали полковниками То есть наши воспитанники превзошли нас, обогнали молодость от весна Что весной посеяли, то мы пожнём Копал он землю, копал окопы, учился, познавал военные знания И вот эти знания как раз привели его к генерал-лейтенанту Сегодня за этот торжественный стол Поздравить со столь значительной датой 90-летием своего наставника и командира Приехали выпускники Михаила Чугуляева, а теперь военачальники и учёные с разных уголков страны Без воспоминаний, конечно, не обошлось Я вам назову только такую фамилию Станислав Сафонов, которому вы, наверное, не забыли Да я помню Приходит замполит, нет курсанта, как нет курсанта? Я турчинскому, нет курсанта, как курсанта? Нету Тут чердаки облазили, всё проверили, нет, нет, нет Турчин, Михаил, бросайте всё, ищите Это не главное, главное то, что воздействие, во-первых, как на вот это его воздействие Она позволила этому человеку стать полковником, стать начальником кадра, стать кандидатом наук А если бы было упущено, был бы такой результат? Его тогда, во-первых, избили бы Он ушёл в самоволку днём, поехал в Ешеевку, расписался, приходит женат Многие курсанты, а теперь офицеры, вышедшие из-под крыла Михаила Чугуряева, побывали в горячих точках Но даже там не забывали своего учителя Я не представлял, что, может быть, буду в горячих точках Но мне довелось быть на Северном Кавказе И когда мы готовили ребят туда, на Северный Кавказ Я вспоминал, как готовил нас Михаил Тимофеевич, как давал основы политической работы, воспитательной работы И это дорого стоило и боевые лески, и выпуски показ передовых людей, и чисто человеческое взаимоотношение В течение всей службы Михаил Тимофеевич вёл поисковую работу Он собрал большой документальный материал о героях Советского Союза С мая 1962 года офицер Чугуряев становится ещё и членом Союза журналистов СССР, а затем и России Его материалы регулярно появляются в различных военных и общественно-политических СМИ Мы жили в однокомнатной квартирке, в хрущёвке угловой Папа, видимо, проснулся, я думаю, что он вернулся ночью, приехал с командировки Я проснулась, 10-летняя девочка И папа всегда нам привозил какие-то гостиницы Вот, и я думаю, ну что он в этот раз приведёт А я увидела на столе стопку пожелтевших Это даже не газеты, это были боевые листки, это были окопные газеты Сейчас Валентина Резника, учитель истории, помогает изучать своим ученикам военное прошлое их семей У Михаила Тимофеевича две дочери, есть внуки и правнуки И один из них, Кирилл, продолжает военную династию своей семьи Учится в Московском Суворовском училище Элла Шахова, Денис Миродов, Вести Ульяновск В Ульяновске осветили склад гуманитарной помощи Благостыня Это учреждение существует при Симбирской епархии И работает совместно с проектом Мама Хелп Который с марта этого года реализует Симбирское общество милосердия Проект ориентирован на оказание помощи многодетным семьям Одиноким мамам с детьми и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию Торжественное освещение склада совершил митрополит Симбирский Новоспасский Иосиф Чтобы воспользоваться услугами склада и стать участником проекта Необходимо войти в группу Благостыни ВКонтакте И написать заявку, указав, в чем вы нуждаетесь Сестры милосердия соберут необходимые вещи и передадут вам Я думаю, что этот центр будет востребован Потому что нуждающихся людей пока у нас еще много И наша христианская обязанность оказывать помощь таким людям Мы сегодня открываем этот центр с надеждой, что он будет приносить пользу людям И через работу этого центра мы будем осуществлять благотворительную деятельность То есть наше христианское делание Нуждающихся много, поэтому организаторы центра с признательностью Примут от дарителей, благотворителей и предпринимателей новые вещи Особый спрос на детскую одежду, обувь, памперсы и другие принадлежности для малышей Принимаются от дарителей и вторичные вещи Но только теплая одежда и только хорошего и отличного качества От барокко до авангарда 25 ноября на сцене Большого зала Ленинского мемориала В рамках Большого юбилейного гастрольного тура Выступит российский государственный академический камерный Вивальди оркестр Под управлением народной артистки России Светланы Безродной Единственный в своем роде женский струнный оркестр Был основан в 1989 году Известной скрипачкой и прославленным педагогом Светланы Безродной За три десятилетия коллектив дал около трех тысяч концертов В репертуаре оркестра отечественная песенная классика Городской роман с оперетто Музыка из репертуара всемирно известных танцевальных и джазовых оркестров 20-50-х годов XX века Особое место в творчестве коллектива занимает и патриотическая тематика Насладиться творчеством Вивальди оркестра Ульяновцы смогут в понедельник в Большом зале Ленинского мемориала 25 ноября начало в 19 часов Ток-шоу Андрея Малахова Прямой эфир продолжит программу телеканала России А у меня на этом пока все Итоги дня сегодняшнего подведем традиционно в 20 часов 44 минуты В программе Вести Ульяновск Не забудьте включить свои телевизоры Ты молод, амбициозен и талантлив? Ищешь возможность реализовать свои идеи? Хочешь стать автором прорывных технологий в медиаиндустрии? НАТ, АТРП, ВГТРК, ТРАКТ представляют конкурс «Первый шаг» Если ты студент, аспирант или магистрант технической специальности российского вуза Который хочет изменить мир к лучшему Повлиять на будущее отечественного телевидения Ты нужен нам Ценные призы Поездки на международные отраслевые выставки Стажировки в ведущих российских компаниях Все это ждет именно тебя А пока заполни заявку и прими участие в своем главном конкурсе Сделай первый шаг Все подробности на сайте АТРП.ТВ Прием конкурсных работ до февраля 2020 года Конкурс Собака АТРП.ТВ В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти Ожидается малооблачная погода без осадков Ветер неустойчивый и слабый Температура воздуха ночью по области от 18 до 23 градусов ниже нуля В Ульяновске минус 19, минус 21 Завтра днем по области от минус 8 до минус 13 В Ульяновске минус 10, минус 12 Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok